В Новошахтинский технологический техникум приехали ребята из школы-интерната 8 вида. Поездку в учебное заведение для них организовал Центр занятости населения. Школьники взрослеют, а значит пора выбирать себе будущую профессию, знакомиться с реальной жизнью, где без опеки воспитателей и педагогов очень трудно. Выбор профессии и для здорового ребенка очень сложен, а для детей с ограниченными возможностями он вдвойне труден. В наше учебное заведение, помимо того, что готовит студентов по профессиям, еще и созданы условия для обучения инвалидам. Благодаря Министерству образования были выделены средства. Вы видите, что доступная среда создана для всех видов инвалидов. Это как и материальная база, так и оборудование. А профессии, которым рекомендовано лицам с ограниченными возможностями, конечно, все они не могут освоить в силу своих возможностей, но такие профессии в сфере обслуживания, как маникюр, парикмахер, очень много специальностей, профессий можно освоить с компьютерами, информационные технологии, это вообще можно дома работать и зарабатывать деньги. Для них все здесь интересно. Еще бы, педагоги и студенты техникума приготовили для ребят мастер-классы по профессиям. Кристине предложили сделать прическу. На мастер-класс отводится всего 10 минут. Если вы умеете работать руками, если вы творчески к этому подходите, то вы всегда будете с работой. Из мастерской она выходит со счастливой улыбкой. Очень понравилось. Я всегда мечтала учиться на парикмахера. Информационные технологии вполне могут освоить люди с ограниченными возможностями. Мастера по обработке цифровой информации Татьяна Юрьевна Моруда и Оксана Викторовна Соловьева показывают, как работает фотошоп. Можно делать семейные фотографии, можно по одному человеку эти фотографии делать. Эти вы можете воспользоваться для поздравления на Новый год своих близких, родных и, конечно же, своих подруг. В этой мастерской студентка Светлана Бухарина и мастер Ирина Сергеевна Чинникова предложили воспитанникам школы интерната попробовать себя в ногтевом сервисе. Ногти красили даже мальчишки. Хотя им интереснее, конечно же, сваривать трубы. Борис Олегович Сарычев преподает в техникуме специальность мастер ЖКХ. Профессия нужная, да и полезная. В доме всегда можно с поломкой справиться самостоятельно. Студент Алексей предлагает мальчишкам попробовать. Вот так вот. Покажи всем ребятам. Вот у нас и получилось. Конечно, это хорошая для нас поддержка, идет профориентация. Им труднее искать профессию. Но вот такие ярмарки нам помогают. Одна проблема – стать студентом техникума эти ребята не смогут. В школе-интернате они не получают свидетельства об образовании. И пока этот пробел в законодательстве не устранен, для воспитанников интерната восьмого вида путь в другое учебное заведение закрыт. Профессию они смогут получить только на курсах. Они не имеют образования 9 классов. И поэтому просто на правах, как и все, поступить в наше учебное заведение пока не представляется возможность. Только благодаря центру занятости он помогает их устроить, но только для получения профессии. Это очень мало – 2-3 месяца. Но думаем, что этот вопрос будет решаться на уровне выше. Мы пока можем только им профподготовку предложить. Хотя хотелось, чтобы эти студенты учились полноценно, как и все остальные. Этим ребятам досталась нелегкая судьба. Они живут в отрыве от социума. Каждая такая поездка для них не просто праздник, а настоящее открытие чего-то нового в сложной, но такой интересной жизни.